всем добрый день дорогие друзья прежде чем начнем я хотел бы пару слов сказать по поводу предыдущей части я хочу конечно всех поблагодарить написал комментарии поддерживает кто как бы понимает все это дело и принимает и что я хотел бы еще сказать я думаю что этот проект конечно я согласен что может не все там не то что идеально вообще может не все правильно или что-то такое те люди которые как бы хотят что-то куда критику сказать действительно вы покажите что вы можете умеете конкретно дайте там ссылку какой-то пояснение какой-то фотографии свой не так что вот дядя какой-то там сделал я вот видел а конкретно вы тогда уже будет действительно реально что-то и другие могут с этого что-то понять принять и всем будет полезно всем будет полезно этот балаган разводить вот я там что-то там это то-то я никого опять же говорю ребят я никого не обижаю единственное говорю что ребята которые меня поддерживают смотрят они смотрят они как бы это дело принимают мать что им легче будет легче в том плане что никогда буду заниматься этим постройка там модели что-то такое делать они что-то возьмут оттуда им будет уже легче и проще с этим идти да можно все это делает лучше можно что-то там подумать посидеть но факт такой что этот проект и говорю людям поможет поможет тем кто действительно интересуется этим делом кому это нужно вот я о чем хочу сказать чтобы как бы мы не устраивали балаган с этого проекта что начнем тут обсуждение как это эти шоу там это нам не надо конкретно по делу и все и по поводу этих комментариев тоже если люди делают комментарии правильно ссылку сделали вот по поводу это вот например человек сделал эти комментарии по поводу вот силикона эта форма да он сделал ссылку все пожалуйста заходите смотрите это это очень полезно честно говорю не обязательно засыплются только вот на одной модели и все это очень полезно для всех кому это надо и с этим силиконом мы будем еще работать я говорю когда мы будем заниматься уже верхней палубой пойдем я имею ввиду это пушки делать мы будем делать с этого силиконом попробуем потому что тоже с ним как бы не работал не знаю так что вот так вот друзья опять же повторить что всем спасибо поддерживает ну и те кто хочет сказать что-то критику какую-то пожалуйста я говорю говорить и конкретно что я лично сделал не то что там где-то кто-то сделал когда это будет полезно для всех ладно друзья на этом тогда все давайте продолжим в прошлой части мы закончили делать наши окна вот наши окна все размеры вписываемся все культурно у нас теперь что теперь нам надо начинать делать двери двери у нас двухстворчатые видите такие с этой стороны и с этой но симметрично здесь середина идет здесь как бы все симметрично окна будем мы делать тоже с этих же речек с таких которые мы нарезали напилили что я для этого сделал а тут друзья как бы уже все повторы идут поэтому я только буду останавливаться как делать сам процесс мы уже видели вот и видите то что у меня была эта сетка да это квадрат я тут опять поставил потому что они поуже видите да они как бы по ширине почти подходят но они двухстворчатые поуже чуть-чуть вот ее так сделал разграничил чтобы лишнее зачем тут делать и что и в итоге в итоге у нас получилась вот такая дверка одна сторона вот сюда и вставил также как все то же самое также вставил другой стороной где у нас черное было что там подклеить и вот сюда потом дальше вот эта часть которая идет вот эта вот часть вот эта вот сама я здесь просто продолжим взял этот шпон опять же этот 08 потому что у нас должна быть как бы ширина толщина одинаковая этот такой шпон с него вырезал квадрат обыкновенный сюда раз и все ну и окантовку здесь у нас как бы тоже такой кантик идет я сделал тоже окантовка опять же все с этих ребят все с этих реек такой аккуратный кантик я тут пробовал экспериментировал сперва вырезал шпон просто такой квадрат вырезал маленький сюда приставил что-то как-то не очень а так как как бы пустовато все таки вот она так нормально смотрится да такая у нас дверка получилась видите как так что друзья с этими дверьми теперь что что теперь нам надо делать колонны вот эти вот колонны мы должны установить поставить давайте теперь знаете что посмотрим общую нашу картину на этой перегородки сейчас я соберу все вот так у нас выглядит наша перегородка сейчас на данный момент таким образом мы не будем никуда утапливать как она будет так и будет я не знаю может быть до их утапливали туда но оставим так все будет нормально все надо примериться все посмотреть ну и здесь я решил добавить так мы их потом снимем конечно их не приклеил ничего мы их потом сделаем золотом покроем это все сделаем потом покроем золотом с этим опять же друзья да вы помните наверно что мы делали брали на эту фольгу брали вот эти наши заготовки какие у нас тут есть такие я вам говорю что собирайте собирать если серьезно кто-то хочет этим заниматься ребят они все вам пригодятся все вот такие у меня есть например вот это вот я взял сейчас отсюда вот вот этот вариант вот все обвел культурно но мы уже видели все шариковая ручка обвел сделал поставили на этот пробойничек взяли пробойничек обязательно надо чтобы он конечно в чем-то был влетел влетел пробойник наш возьми другую ну вот так вот да поставили надавили сделали все я думаю что с этим будет понаряднее смотреться еще можно ручки будет сделать но мы потом посмотрим может сюда еще ручки добавим может и не надо будет я как бы сам же точно не могу сказать поставим нет ну что друзья тогда начинаем заниматься колоннами колоннами такое чувство что они как бы сделаны не полукруглые должны быть вот здесь вот нас видите тоже наверх мы когда пойдем на другую полную здесь они же явно полукруглые здесь мы сделаем не полукруглые нельзя сделаем их плоским попробуем посмотрим сейчас я буду думать как делать а там будем уже смотреть чё как так друзья по поводу этих колон очень попробовал я не получается получается но плоские не очень не смотрятся поэтому будем делать такие будем делать круглые такие я уже две штуки сделал я сделал даже три вот наши еще третья тут покажу наше еще третье почему потому что плоский не смотрится ребят понимаете тут надо эти делать кантики тоже не смотрится вообще сделаем круглый есть возможность сделать круглый единственное что круглый видите я ее располовинил она тонкая прошелся диском этой фрезой ну торцевой торцевой который у нас тонущий был самодельный но тяжело честно говоря тяжело и разрезал настолько нагрелся я один уже за порогу честно не хочу сейчас мы что давайте сейчас процесс посмотрим нам уже видели как на токарной станке работать единственное что здесь уже мы конечно трафарет никак не можем поставить почему потому что такая площадь ребята этот токар но не потянет может и потянет я не знаю я бы не хочу ломать честно из-за того чтобы сделать эту мы сделаем руками я просто хочу вам этот процесс показать как вручную делать чтобы имели представление кто не работал с этим так что давайте нам надо такие четыре штуки сделать а потом мы их будем не знаю на циркулярный или попробуем опять на торцовочном надо их располовинить у нас получится надо 7 будет 8 давайте сейчас попробуем попробуем я просто вам покажу вам просто покажу друзья как все это делается но конечно что конечно ставимся про заготовку естественно зажали его как следует но должно быть немножко больше заготовка понятное дело ему что делаем мы обрабатываем у меня стекло конечно без стекла тут ничего не вижу образец надо сразу положить сюда пусть лежит так давайте сейчас мы обработаем сильно обрабатывать не надо пройти чтобы не было вибрации да еще по поводу хотел заготовки сказать здесь мы центровать и не будем этим центром позору на свете этот центр вот такие где уже пятерка здесь здесь пятерка да еще ребята когда уже начинаем с токарными тут работами делать что-то конечно лучше использовать уже этот электронный штанген штанген я буду штанген называть я не знаю что кому то не нравится мне так проще почему потому что здесь нам надо будет как бы подгонять уже в размер вы вот здесь где-то шестерка пятерка до тройки ну до четверки даже можно вот такие заготовки делать без центра центр пока нам не нужен если вот а и и и и и а и они все теперь что теперь мы берем нашу заготовку берем нашу заготовку и начинаем ее здесь примерять вот как есть мягкий карандаш и начинайте тут делать старайтесь конечно ровно выводить чтобы у вас все эти все риски которые у нас сейчас будут вот так и конечно друзья получше делать опять же видите немножко как бы не сподручно но я постараюсь вам все таки это все дело показать вот так сделали и заготовку лучше положить чтобы она у вас была перед глазами и теперь этим сильно опять задают мимо и старайтесь меньше операции делать чтобы вас было под руководством только надо потому что здесь выводить уже вручную Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Здесь еще пройдемся трудно. Фигура, видите, немножко такая сложная, поэтому тут много очень много инструментов, много этих операций, много очень хорошо. Вот такой вот такой вот такой вот. Наждачка обрабатывается. И еще раз надо пройти. Вот так вот. Теперь надо посмотреть, друзья, чтобы не было тут дерево мягковато, конечно. Лучше всего взять щетку и вот так пробежаться, посмотреть. Ну, в общем-то, у нас есть, есть. Сейчас еще разок чуть-чуть ее пройду. Лучше, теперь отрезаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь уже потом можно будет подогнать. Вот наша деталь. Таким образом она у нас будет выглядеть. Ну что, давайте примерим, посмотрим, что у нас. Ну, идентично практически, да? Понимаете, в чем? Дело в том, что когда вручную вот такие делаешь, без всяких трафаретов, без всего. Да, размеры мы сняли. Но как бы вписаться в это все не тяжело, но видите, нормально же, ровно, да? Все. Есть, конечно, может, там доли миллиметра где-то что-то, но нормально. Тем более у нас эта деталь все будет уходить. Вот еще одну штуку такую сделаем, и потом будем пробовать их. Не знаю, посмотрим на циркулярки или как. Надо попробовать. Так что вот так, друзья, вот такой процесс был у нас. Я вам показал так, чтобы имели в виду, как это все делается. Итак, друзья, сделаем вот четыре штуки. Вот они у нас. Ну, теперь их нам надо располовинить. Вот тоже немножко проблема. Я вот эти сделал, я вам уже показывал эти две. Видите? Вот. Ну что, нам надо попробовать. Прежде чем попробовать, друзья, я хочу вам вот показать. Ну, это циркулярная пила, да, Кроксоновская. Дело в том, что это новая пила. Я вам уже говорил по поводу старой. Старая у меня вон там, видите, в коробке стоит. Я ее сделал торцовочной. Поставил туда торцовочный диск. Чисто вот будет для торцовки. Почему? Потому что я уже говорил, что эта пила старенькая у меня. Ей уже пять лет. Она уже еле тянет. Она начинает уже, когда пилить, друзья, уже даже на мелких, на тонких уже там где тройка, четверка, начинает гореть дерево. Она его просто уже шлифует. Ну, нету ни мощности, оборотов. Я встал на торцовку. Были скидки в магазине, я минус 20%. Вот я купил. А вообще она стоит, так, если у нас она стоит, вот за сколько я взял, 100 евро она стоит. Не знаю, дорого это, недорого, но вот по скидкам так было. Что я вам хотел сказать. Тут, конечно, порассказывать нечего, так по-быстрому. Во-первых, знаете, вот эта вот пила новая, вот эта вот, она намного тише работает. Она очень тихо работает. Тихо работает. Ну, может, такого разницы нет, но тише. Там не шумнее работало. Ну, может, там уже и подшипники, не знаю. Здесь нормально. Пока этот я оставлю защитный. Чехол пусть стоит. Он, конечно, немножко мешает. Мешает в том плане, что вы уже видели, да, когда начинаешь тут. Все, от него ничего не видно. А здесь надо, как бы, присматриваться к этим. Что я хотел сказать. Короче, здесь с этой пилой много говорить не надо. Я хотел вот что сказать, друзья. Что, как у них задано, что она берет до 8 миллиметров толщина. Но, еще хотел момент показать. Вы посмотрите. Вот видите, у меня какой-то сейчас диск стоит. Вот видите, какой. Этот диск другой. Это диск, как вы знаете, от циркулярной пилы. Вот здесь такой. Такие, видите. А здесь вот такие у них зубья стоят. Вот такие вот зубцы. И она берет очень даже неплохо. Я решил прикупить. Но лучше. Вот здесь, смотрите, здесь почти семерка. Но у нее и вылет тоже здесь 7. Но берет очень даже прилично. Та пила у меня вообще бы ничего не взяла. Сейчас мы продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, это, конечно, не пила рама. Понятное дело, что... Ну, вот смотрите. Вот здесь у нас 6. Ну, семерку она берет. Вы знаете, даже очень неплохо. И посмотрите, тут видите, какая частота обработки. Вот эта вот внутренняя сторона наша. Видите, как хорошо берет. Даже, в принципе, уже и обрабатывать не надо. Это вот с этим диском. С таким. Ну, это как у меня есть циркулярная пила. Это 220 вольт. Там тоже такой. Видите, тут наплавлено, напаяно. Зубцы такие. Я на нее давно уже смотрел на этот диск. Но он как-то мне не очень. Знаете, я так думал, ну, он рвет, наверное, ли, что нет. Очень хорошо. Даже, даже очень прилично, чем этот. Ну, что, давайте сейчас... Ну, так, как раз я вам просто показал. Нормальная пила. Я, честно говоря, не жалею, что купил. Потому что я замочился этими пилами. Они хоть самодельные, ничего, но, понимаете, здесь очень удобно. Здесь очень удобно. Я взял, вот, выставил, сколько мне надо. Пятерку, шестерку он мне отрезал. Без проблем. А тем более с такой частотой обработки. Знаете, как? Я говорю, тут даже не надо ничего. Ни шкуркой, ни чем проходить. Вот, смотри. С такими зубьями. Так что, вот, по этому поводу. Но эта пила нужна, друзья. Это нужна пила, так что тут разговора нет. Так, теперь мы сейчас будем заниматься располовенчатыми. Что я тут поэкспериментировал. Смотрите, что получилось. В общем-то, нормально, да? Разрезал. Вот такие у нас две половинки, видите? И ровно так вроде. Видите, хорошо. И опять же повторяю, друзья. Что видите, тут все, я выставил два, два там с копейками. Все. Она мне выдала, сколько надо. Я сейчас поставил этот торцовочный. Я, короче, попробовал этот диск поставить. Я вот новый тоже взял. Но он широко тоже берет. Там где-то, вот я вам покажу. Вот видите, какие пропилы тут широкие. А этот, где у меня тут? Сейчас, подождите. Надо найти, у меня тут столько заготовок. Вот, по-моему. А этот, видите, он тоньше берет. Но это торцовочный. Это торцовочный. Конечно, он не для пиления, это понятно. Им только можно, как бы, он отрезной. Но вариантов нет, понимаете? Если брать широкий пропил, то тут ничего не останется. Тем более, что тут пятерка. А в этих местах вообще четверка. Так что, ну, берет, берет, ребята. Все нормально, берет. Чуть-чуть сняло. Но это не смертельно. Для нас это не смертельно. Очень даже прилично. Правда, так красиво, так я думаю. Да? Оригинально. Ну, давайте сейчас мы это дело посмотрим, как все это было. Надо, конечно, попробовать. Если вы начинаете делать, надо обязательно попробовать. Здесь этот кругляк такой и на нем... Потому что здесь уже доли у нас идут, понимаете? Тут очень трудно эти поймать половинки, десятые. Так что здесь надо пробовать. Главное, сильно надавить на него, понимаете? Поаккуратнее. Не надо на него сильно его напрягать, чтобы он тут. Ну, так аккуратно ставим его. Я беру такую деревяшку. Правильно. И эту тонку начинаем его продвижать. Главное, старайтесь к этому прижимать. Потому что немножко проходит. Особенно на первый момент. И надо сделать нормально. Видите, он уже все. Уже еле тянет. Уже, видите, еле-еле он уже все. Потому что у него здесь развода нет. Это не та пила. Здесь у них развод, а в этом нет развода. Поэтому, представляете, всей этой шириной диска он начинает... Ну, и здесь надо вот так вот теперь сделать. Чуть-чуть. Аккуратно столько, смотрите, чтобы придерживать ее вниз. Потому что уходит. Вообще, здесь надо сделать. У меня на старой пиле здесь было закрыто все это, боковые. И слишком... Я не знаю, почему они такую широкую здесь это сделали. Прорезь здоровую. Она тут не нужна абсолютно. Можно было, конечно, поуже все это сделать. Ну, ладно, как есть. Поехали. Ну, вот таким образом, ребята. Ну, главное, чтобы пилит. Главное, чтобы не запороть ничего тут. Ну, тут не запорешь. В общем-то, он холодный. Тот тонкий был у меня, который другой. Тот да, тот... А это нормально. Ну, смотрите, как хорошо, правда? Все ровненько, все красиво. Все. Вот таким образом мы приставим. Будет у нас даже очень неплохо. Так что вот, друзья, с этим как у нас. Ладно. Сейчас я их напилю. Приставим, посмотрим, что мы сделали. Вот я собрал. Вот таким образом у нас получается. Дальше, правда, не клеиваю. Чуть-чуть угол такой, видите, совсем нельзя ее поднять. Ну, неплохо вроде бы, да? Колонны такие нормальные получились. Вроде ровно все. Ну, такие, конечно, они пооригинальнее. Полукруглые. Видно, что они... Плоские отдела нет. С плоских не идет. Ну, что, в принципе, мы, ребята, как бы в чертеже писались. Все мы сделали. Колонны есть. Тут, правда, еще какие-то... Тут поперечные реки. Но мы их ставить уже не будем. Потому что вот здесь будет максимум. Если будет даже видно, только до половины. Вот это вот все уже... Если, конечно, туда залезет. Так что вот, друзья, с этим у нас, как бы, все. Сделали мы то, что нам надо. Теперь что? Теперь мы пойдем их красить. Я уже говорил, что морилка. Морилку мы не будем красить. Почему? Потому что это все, видите, настолько тонкое. Здесь еле-еле все держится. Потому что клея тут нельзя. Бахать много. Еще нам эти окна приклеивать. Сейчас мы начнем этой морилкой водяной покрывать. И все это... Все развалится. Потом опять собирать. Мы сделаем вот что. Все это будем. Колонны, окна, двери. Все будем красить с этого. То, что я красил. Покрывали корпус. Пенотекс. Пенотекс он на white spirit. Но у меня есть и на водной. Но мог бы мы white spirit покрывать. Который на white spirit. Он уже там добавлен. И лак у него немножко есть. И он, понимаете, он будет работать как клей тоже. Он все вот эти дырки забьет. Не дырки, а вот эти вот зазоры все, которые у нас тут. И он ее как бы тоже стянет, склеит. Понимаете? Он немножко такой жирноватый. Такой то, что надо. И у нас будет нормально. Возьмем такой желтоватого цвета. Я сейчас пойду посмотрю, что у нас там есть. У меня там еще много этих банок. Покроем и все. И эти сделаем золотом. Я думаю, будет даже очень неплохо. Так что вот. Сейчас будем перебираться на нашу малярку. И будем там работать. Вот так у нас все выглядит. Я поставил на пенопласт. Мы уже видим его. На малярный скотч. Нормально, он хороший. Отлипает хорошо. В общем, вот так вот, друзья. Вот наш пенотекс. Пенотекс ультра. И вот здесь написано, видите. Сейчас немножко подальше даст. Орегон. Вот с этого орегона мы будем лепить. Это нормальный. Целая банка хватит на 100 моделей. И здесь единственное, да, что плохо придется нам, конечно, потом все это растворить, но ничего не поделаешь. Ну и все, начинаем. Я уже вам, по-моему, процесс показывал. Процесс очень простой. Вот таким образом. Пошли, пошли, пошли и все. Она вообще красивая такая. Она нормально будет, желтая такая. Она уже тут как бы с лачком. Нам сильно-то и не надо, этот особенный лак. Но все равно. Если уж делать, тогда уже делать. Я тоже так думаю, что. И цвет будет хороший. Видно, что это дерево. Понимаете, это как раз он для дерева. И будет видно, что это дерево у нас. Не краска, а именно, что с дерева. И они не будут расходиться. Понимаете, это намного лучше. Единственное, что вот эти вот края, конечно, надо размазывать сразу. Не давайте, чтобы здесь собиралось все. Потому что они потом останутся и будет не очень хорошо. И здесь тоже так. Здесь можно даже вот так вот точечно делать. Можно и так, конечно, но точечно она. Нам не надо, чтобы они тут плавало все, понимаете. Нам это вот как раз не нужно. Видите, они по краям тут собираются. И потом все это застынет. И вот эта вот, она останется на крови-то пленкой. Нам как бы не очень нужно. Можно, конечно, все это дело снять. Лучше сделать сразу грамотно. Чуть-чуть я немножко близко все это поставил. Конечно, дело нехорошо. Я имею в виду эти наши золотые украшения. Слишком близко я, да, я тут налепил. Ну ладно. С ними ничего не будет. Чуть-чуть просто засыпил немножко. Ничего покраситься. Это у нас экспериментальный образец. Так что на будущее будем знать. И вот таким образом все мы это дело покрываем. Главное, опять, друзья, я говорю, что более-менее, не более-менее, а надо сделать все, что было грамотно и аккуратно. Ну вот таким образом я буду дальше продолжать. Ну, нормально, да? Так вот у нас будет все выходить. Пенатекс, видели это? Ну, уже видели. Это Орегон. Так что если что имеете в виду? То, что мы имеем после покраски. Ну, вот такой вид будет. Ну, да, надо два раза все-таки красить. Я один раз покрыл. Ну, не очень. Наверное, так немножко пятнами пошла в некоторых местах. А два раза нормально. Тут даже матовым ничем. Можно, конечно, еще лаком было покрыть сверху. Но я думаю, не стоит нам ничем покрывать. Вот у нас такой вид будет, ребята. Можно ее приподнять чуть-чуть, посмотреть. Вот такая у нас получилась дверка. Нормально, хорошо, аккуратно. Главное, видите, главное то, что она не раз... Как бы ее не рассоединила, не развалила. Видите, он как клеит. Видно, он немножко такой, видите, сам этот лак, он как клеит. Он как бы схватывает. Поэтому она такая довольно-таки крепкая получилась. Вот такой вид. Я говорю, можно было водяной морелкой. Но вот эти все, все они отойдут, ребята. Все отойдут. Единственное, что, единственное, что сохнет долго. Вот надо, чтобы засохло все это сутки. Здесь сверху вот эта часть сохнет быстро. А вот с другой стороны, ну, можно подержать, уйдеть, ничего страшного. Вот у нас такой вид. И вот такой вид у нас получается, друзья, уже эту половинку собрал. Вот таким образом у нас будет. Здесь у нас будет такая золотая. Сейчас, видите, мне просто ее не приподнять сильно. Она сейчас все убежит. Может, конечно, надо было чуть-чуть сделать посветлее все-таки перегородку. Но я думаю, что будет нормально. Короче, мы это у нас... Почему мы все это делаем, ребята? Не просто так, чтобы там повыпендриваться или посмотреть что-то. Мы это делаем как образец будет. И как тренировка перед тем, когда мы пойдем на другие, на верхние палубы. Верхние палубы. Потом мы пойдем на корму. Там еще сложнее. Еще надо четче делать. Это у нас как будет образец. Я говорю, как тренировка перед серьезной работой. Поэтому вот делаем так, так, пробуем, пробуем, как что. Так, что, так он будет. Теперь что мы будем делать? Теперь мы сейчас будем ее собирать, эту перегородку. Вот смотрите. Чертеж у нас вот. Двери показывают, ну, пропорции, как они должны все стоять. На этом у нас тоже здесь показано. Здесь тоже, ну, здесь половина. С чем мы будем делать? Теперь нам что надо сделать? Теперь мы сейчас сделаем окна. Возьмем эту пленку. Сделаем с пленки. С пленки попробуем сделать. Сейчас начнем тогда делать окна. И потом, вот смотрите, надо сделать, найти середину обязательно. И вертикаль сделать, чтобы был 90 градусов угол относительно по обе всего. И вот отсюда мы начнем уже плясать. Вот наша будет первая колонна. Вот так мы ее поставим сюда. И от нее начнем лево-право, лево-право приклеивать. Так, давайте сейчас окнами занимаемся. Так, давайте теперь сейчас сделаем стекла наши. Ну, вот наша пленка. Ну, пленку надо брать, чтобы эта сторона попукла была наружу. Вот так вот. Ставим ее. Берем наше окно. И с внутренней стороны надо ее аккуратненько, ребятки, аккуратно так. Вот таким образом. Таким образом пройти. Желательно, конечно, все это делать шустро. Почему? Потому что все это дело сохнет. Вот так вот. Надо, чтобы она хорошо была. Потому что, если эта пленка не приклеится к раме, у нас будет держать пленка в само окно. Поэтому нам надо здесь, ребятки, ну, приблизительно вот так вот. Помазали. Ну, где видите, там и мажьте. Середина. И вот теперь смотрите, момент такой. Теперь момент, друзья, вот такой у нас. А, сейчас, подождите. Надо ей дать чуть-чуть, чуть-чуть, чтобы она как бы постояла, понимаете. И когда ложить, когда ложить. Ложить надо нам, ребята, ровно. Сейчас, подожди. Блин. У меня тут, видите, все. Все очень-очень близко. И ложим вот так. Смотрите, надо ложить ее, чтобы она стараться. Все, эта пленка, конечно, не очень. Я говорю, прыгает все. Чтобы за один раз мы приклеили, чтобы она не ходила. Если она будет ходить, у вас все это размажется. Берем вот так аккуратно. За один раз, хап, все. И не надо больше ее размазывать. И если, я говорю, если вы сразу будете клеить, когда жирно наложите, поклеите, и она у вас начнет ходить туда-сюда. Сейчас нам надо положить сюда. Эти мелочи, которые остаются, тут ничего страшного с ними. Все. И теперь, теперь, теперь вот так, как есть, ложим аккуратно груз. Груз положили. Все стоит. Оставляем ее, пусть сохнет. И вот таким образом, друзья, берем следующую. Берем следующую, и так же делаем. Вот такой процесс у нас клейки будет потом. Потом будем к ним приклеивать наши двери. Я хочу вам показать насчет этой клейки. Смотрите, то, что мы поклеили. Видите, что происходит? Видите? Подходит. Тонкая решетка, она не держит. Вот так она сойдет, и все, у вас, на меня это развалится. Но, я уже говорил, что ее можно выровнять. Я тут выравнил ее. Смотрите, я тут выровнял. Четыре куска. Ну, смотрите, видите, она все-таки. Я ее просто брал ногтем. Чуть-чуть она, видно. Чуть-чуть она, видите, такая, полосками вот. Но, в принципе, это не так страшно, я думаю. Потому что нам нужно, чтобы она была плоская. Я так брал. По углам ее. Можно еще ее греть. Ее же тоже феном можно греть. Я, правда, честно, я не профессионал в этом деле, ребят. Я купил, так пробовал, там делал кое-что. Но, профессионально я ей не занимался. Можете ее нагреть, попробовать. Она эластичнее будет. Тем более, она сейчас двойная. Там же внутри тоже еще стоит. Можно попробовать снять. Ну, я говорю, что как бы я конкретно. Я просто вам говорю, что можно с этого делать. А вы уже, если решите для себя, можно попробовать ее располовинить, посмотреть. Просто, если мы будем заниматься всеми дальше, что-то пробовать слишком много времени. Ну, вот, смотрите, ну, в принципе, ничего, в принципе, ничего. Единственное, что надо ее пройти потом тряпкой какой-нибудь чуть-чуть это выровнять. Так что вот, сейчас я буду все это переклеивать теперь, друзья. Я тут уже наклеил, ничего не получается. Имейте в виду. Ну, сейчас это хорошо получилось. Вроде не возвращается обратно в свое состояние. Видите, вроде ровно все. Здесь тоже. Главное, вот эти края, чтобы были ровно. Если она будет уходить, пленка не приклеится и останется, а эта отвалится. Ну, что, сделали мы стекло. Теперь здесь просто очень, друзья, взять так. Ножа, конечно, должен быть острый. Старайтесь всегда это снимать дело. Я имею в виду, подрезать. Здесь вот так прямо берем и по краю, по краю, за подлецо. Так, отрез. Все, сняли. Сильно не надо вести. Старайтесь здесь края больше оставлять. Тогда лучше будет срезаться. Ну, вот так-то. Сможет до конца уже срезать. Вот. Вот таким образом у нас получилось. Рама вместе за стеклом. Нормально. Можно делать и другой. Можно и не черный, можно другой. Некоторые светлые делают. По-разному. Ну, в общем, в принципе, вы поняли, да? Такой. Ну, и эти тоже самые наши двери. Так же ставим. Клеим эту часть. В общем-то, игру ставим и все. С этим вроде как бы все понятно. Закончили, друзья, с перегородкой. Вот так у нас все выглядит. Ну, я не стал показывать сам процесс клейки. Уже понятно только клей. Еще раз повторяю, что вот эта средняя, средняя должна выставить вертикально и посередине. И от нее начинать плясать. Сперва колонны поставить, размеры снять. И потом середину уже, двери и окна. Ну, это уже как бы элементарно. Я думаю, правда, дорогие? Вот таким образом у нас все выглядит. Сейчас я попытаюсь поближе все это дело показать. Сейчас камеру возьму руки, потому что так на штативе никак нельзя. Ну, вот так вот, друзья, у нас еще выглядит. Таким образом. Ну, неплохо, неплохо, да? Это, я говорю, это у нас как бы тренировка будет. Тренировка перед тем, как мы пойдем наверх. Там еще будет больше окон, двери, а на корме еще больше, поэтому нам надо потихонечку руку набивать. На этом из простого начинать к сложному переходить. Ну, еще отсюда можно тоже посмотреть. Ну, отсюда, конечно, здесь уже, друзья, ничего не будем показать. Ну, вот, что-то видно сейчас. Сейчас он настроится. Вот так. Вот так вот выглядит. Ну, неплохо вроде бы, да? Ну, где я скажу, что неплохо, нормально. Сейчас попробуем чуть поближе взять. Вот таким еще образом. Вот так вот, да? Здесь гимн стоит, поэтому... Я думаю, что хорошо. Теперь давайте посмотрим на это дело, когда у нас будет палуба стоять. Сейчас я поставлю палубу и его высмотреть. Ну, вот вы видите, что у нас получается. Ничего у нас не видно, да? Ну, так-то видно, конечно, если приглядеться, то просто тень падает. Но все равно нам надо было сделать, ребят. Надо было сделать, посмотреть, как все это будет выглядеть. Я говорю, потому что выше пойдем. Там еще больше будет и окон, и все. А там еще четче надо стараться еще получше сделать. Не получше, а лучше делать. На корме. Это у нас как бы была такая тренировка. Давайте я камеру еще возьму, опять руки посмотрим. Ну, вот приблизительно так, видите, так. Видно, не видно. Что-то видно, да? Ну, а по-другому никак, ребят. Только так. Я бы немножко падает свет сверху, но потому что здесь по-другому у меня уже никак. Если свет убрать, вообще чернота будет. Так что вот. Здесь у нас еще боковины пойдут. Еще, блин, тут. Короче, практически все закроется. Ну что, друзья, на этом тогда все. Перегородку мы поставили. В следующей части будем заниматься конкретно палубой, настилом. И пойдем дальше. На этом все. Всем всего доброго. Удачи. Пока.